А теперь благочестивая жизнь и Писание. Это тема из области этики. Для еврейского народа фундаментальный характер носит разграничение понятий Агада и Галаха. Галаха пишут по-разному. Агада – это то, что говорится. Это рассказ, повествование, притча, легенда. Галаха – это хождение, принятый путь, закон. История и закон. Таким образом, среди еврейских письменных источников можно найти истории и наставления о жизни. То есть, как в свете этой истории следует поступать? Агада. Полагаю, данное разграничение у евреев в еврейской религиозной мысли основано на Писании. И в первую очередь на Ветхом Завете, разумеется. Давайте еще раз вспомним Исход 20, стихи с первого по седьмой. Я, Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской. Это Агада, история. Да не будет у Тебя других богов пред лицем Моим. Это Галаха. Как поступать? Как вести себя в свете Агады? Агада говорит о существующих отношениях. Галаха диктует правила поведения в контексте этих отношений. Как я уже упоминал в рамках темы «Жизнь по Божьей воле», эту же самую структуру мы обнаруживаем и в Новом Завете. Например, первые три главы послания к Ефесинам представляют собой христианское повествование. Повествование о том, как Бог все соединил под главою Христом, как сотворил единого нового человека, нового Адама, из евреево-язычников, как он соединил под Христом все небесное и земное, поразил князя, господствующего в воздухе. Павел пишет о проблеме греха и говорит о возвещенной ему тайне Христовой. Но уже в первом стихе, четвертой главы, тон и характер изложения меняются. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И снова здесь используется слово «поступать», «ходить». Именно в этих терминах апостол Павел часто говорит о христианской жизни, не так ли? Хождение в духе. Что же значит «поступать достойно звания, в которое вы призваны»? Это относится к поведению в теле Христовом? К единству, о котором пишет апостол? Одно тело, один дух, один Господь? Это то, чего не должно быть в благочестивой жизни? Не упиваться вином? Другими словами, собрания христиан не должны походить на пиры в честь Дионисса. Ибо фразу «исполняться духом» из пятой главы часто понимают, как находиться под влиянием, под контролем духа. Это такое традиционное понимание. В противовес состоянию, когда человек находится под влиянием алкоголя. Хотя такое понимание надумано. Здесь скорее подчеркивается мысль о том, что вы не язычники. Не поступайте как неразумные, но как мудрые. Собирайтесь не с целью напиться, а для того, чтобы исполниться Святого Духа. Он наполнит вас, как храм. Образ храма неоднократно используется в послании к Ефесинам. Благодаря всегда и за все Бога и повинуясь друг другу в страхе Божьем, «воспевая в сердцах ваших Господу» и так далее. Полагаю, это скорее относится к эколисеологии, нежели к освящению. Но это уже совсем другая история. Здесь же понятно, что поступать достойно звания, что следует из Агады, значит, как диктует Галаха, должным образом вести себя в теле Христовом, но не только во время собраний, а и среди домашних. Следовательно, поступать достойно Евангелия для мужей и жен, значит, вот это, для рабов и господ – вот это, для детей и родителей – вот это. Таким образом, сначала Агада, потом Галаха. Полагаю, более внимательное отношение к этой структуре уберегло бы нас от морализаторства, от раздачи другим христианам, приказов и повелений, безотносительно связанной с ними истории, в смысле Евангелия, воспринимаемым евреями как Агада. Хочу обратить ваше внимание на ряд источников по данной теме. Первая из них – работа Криса Райта. Этой теме, кстати, он посвятил немало публикаций, однако классической я бы назвал «Образ жизни Божьего народа». Эта книга – образец применения библейского богословия как подхода к христианской этике, исследованию Ветхого Завета. Ибо именно этот подход позволяет выявить рассмотренную выше структуру Агада Галаха, постулирующую наличие обязанностей в любого рода отношениях. Примерно то, что мы рассматривали на лекции на тему «Жизнь по Божьей воле». Автором следующей книги является мой коллега, мой бывший преподаватель Майкл Хилл. Называется эта книга так – «Любовь. Как и почему». Насколько мне известно, это первое введение в этику с точки зрения евангельского подхода, в котором в качестве основного инструмента целенаправленно используется библейское богословие. Это со всей очевидностью явствует из методологии и подходов к различным вопросам. Книга Хилла указана в списке рекомендованной литературы. Наряду с его статьей написано для пособия Ричарда Гибсона «Толкование Божьего замысла», «Библейское богословие и пастор». «Толкование Божьего замысла», «Библейское богословие и пастор». Название статьи Майкла Хилла – «Библейское богословие и этика». В ней он объясняет, каким образом он, специалист в области этики, использует библейское богословие для разработки подходов с точки зрения евангельского богословия. Обе его публикации, как «Любовь, как и почему», так и эта статья по этике, весьма и весьма полезны. К соответствующий том пособия Гибсона, по-моему, продается в университетском книжном магазине. Настоятельно рекомендую его приобрести. Обе его публикации, как «Любовь, как и почему», так и эта статья по этике, весьма и весьма полезны. К соответствующим том, пособие Гибсона, по-моему, продается в университетском книжном магазине. Настоятельно рекомендую его приобрести. Продолжение следует... Продолжение следует...